У нас мы закончим 9-ю, 10-ю заповедь и поговорим потом о частных применениях различных заповедей. Это немножко фонит звук, мне кажется. Итак, мы говорили, 9-я заповедь, да, не лжесвидетельствую. В прямом смысле эта заповедь понимается так, не давать ложных свидетельств на суде. Но есть расширенное понимание заповедей. Не лжесвидетельствую, значит, можно расширить эту заповедь в понимании не лги. Мы говорили, что есть разные виды лжи, да, и сейчас мы попробуем это подробнее рассказать. Значит, категорически запрещена всякая ложь, которая может принести человеку выгоду, либо другому человеку принести ущерб. Мы еще раз немножко повторим это. Также запрещено разносить ложные слухи. То есть, вы понимаете, мы свидетели Божьи, да? Если мы что-то говорим одно другому, или слухи даже правильные, но борочащие какого-либо человека. Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки злодею, чтобы не стать лжесвидетелем. Шемот, значит, исход 23, первый стих. То есть, смотрите, сначала человек что? Верит ложному слуху. Потом, веря ложному слуху, он что получается? Оказывает поддержку злодею. То есть, если ты веришь ложному слуху, если ты веришь сплетни, ты оказываешь поддержку злодею. А дальше ты сам становишься лжесвидетелем. Это в данном случае не говорится о том, что ты пойдешь в суд доносить на этого человека, правильно? Но это получится, что ты обязательно, если тебе что-то сказали по секрету, да? Как говорил Миллер, что знают двое, знают и свинья. То есть, обязательно тебе захочется это кому-то сказать. И таким образом ты что? Сам становишься лжесвидетелем. И если трое, один распускает ложный слух, да? Вот, второй этому слуху верит, да? Вот, и оказывается, третий вовлечен тот человек, о котором говорят. И кто больше всех виноват? Тот, кто слушает. Вот еврейская традиция говорит, что даже не тот, кто говорит, а тот, кто слушает. То есть, если вы попадаете в такую ситуацию, вы должны немедленно ее прекратить. Либо сказать, я этому не верю, либо сказать, приведи определенные доказательства, либо давайте мы пойдем вместе с Ребе разберем этот вопрос. Потому что есть очень многие любопытные люди, и я говорю, что есть некоторые такие, которые получают откровение от Господа о грехе какого-то другого человека. Знаете, есть такие пророки великие. Вот, у меня Бог открылся, такая-то грешна в том-то, в том-то. Это уникально, конечно. Бог так никогда не открывает. Вы же сами понимаете. Вот, Бог никогда не нарушает свои постановления. Дальше. Ваикра, то есть, Левит, 19 салава, 11 стих. Не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга. То есть, если мы отрицаем истину, да, мы крадем. Я говорю, что есть кража, финансовая кража, есть кража материальная, но может быть кража как нанесение любого ущерба другому человеку. Это тоже кража, кража доброго имени. И не обманывайте друг друга. Итак, первая разновидность лжи – это ложь, приносящая материальный ущерб. Она ни в коем случае не должна быть среди народа Божьего. Почему? Потому что если вы что-то продаете, да, если будете что-либо продавать или покупать у своего ближнего, не обманывайте друг друга. Ваикра, Левит, 25-14. Это очень важная заповедь. Причем, может как продавенцию решить, так и покупатель. Моя жена часто спрашивает, эта булочка у вас сегодняшняя? Всегда я отвечаю, что сегодняшняя. Потом смотришь, окажется, она позавчерашняя. Даже, оказывается, еще такое интересное делают. И это делают уже ложь прямо на молокозаводе. Если ты покупаешь кефир, и там стоит завтрашняя дата. Видели такое? Это конкретная разновидность, такая вот лжи. То есть, это ложь. Я говорил, всякая реклама. Всякая реклама, которая заставляет человека брать ненужный ему товар, или выдает малоценный товар за необходимый. Это тоже разновидность лжи. И с другой стороны, покупатель может тоже лгать. Целью сбить цену, да? Ой, а эти яблоки у вас кривые, они червоточенные, они, конечно, кислые, и начинают, да? Вот, и так далее. Да, можно любой товар таким образом. Вот, стромит его, может сказать человеку, что я вот, знаете, купил это за 100 долларов, да? Действительно, он купил за 90 долларов, да? Вот, говорит, что я купил за 100 долларов. Да, то есть, разрешено только сказать, значит, продавец не может сказать покупателю, что товар стоил ему больше, чем на самом деле. Разрешено только сказать, вот моя цена, за меньшую сумму я не продам. И, мы говорили, к этому относятся также попытки изъяна, вскрытие изъяна. Например, старую машину перекрасит, продают как новую. Или сделают в доме ремонт, заново побелят стены, а вы знаете, что иногда стены плесенью покрыты, и потом через какое-то время эта плесень вылазит. То есть, это хорошо, если вы привели в товарный вид эту машину, хорошо, если вы привели в товарный вид свою квартиру, но что вы должны при этом сказать? Я действительно вот купил старую машину, вот я вам ее отремонтировал. Оно стоило мне вот столько-то, столько-то, да? Вот, пожалуйста. И я хочу такую прибыль. Устраивает вам? Не устраивает, да? Ну, то есть, допустим, машина у меня стоила в тысячу долларов, ремонт я сделал в восемьсот долларов, с вас хочу две тысячи долларов. Устраивает вас? Или не устраивает? Вот, а не так. А, это же новая машина, она там не прошла, там счетчик открутит в обратную сторону, и столько-то километров, и вам три тысячи долларов. Да я за пять я купил, но вот за три тысячи я вам продаю. Вот такой я добрый человек, знаете? То есть, в никаком случае такое нельзя делать. Значит, покупатель должен обязательно знать информацию. То же самое касается информации о неприятном соседе, который по ночам увлекается игрой на саксофоне, или выясняет семейные отношения метанием предметов домашнего обихода. Если вы продаете какую-то квартиру, да, вы должны сказать, ну вы знаете, у нас не очень хорошие соседи, или там бабушка сверху, она часто нас заливает, да? То есть, такое вы обязаны, просто обязаны сказать. Дальше. Мошенничество. Мы говорили, чем мошенничество отличается от воровства? Человек сам дает мошеннику деньги, да? И еще при этом радуется. Еще при этом радуется. Вот. Хорошо. Запрещена любая дезинформация в средствах массовых коммуникаций. Ну, например, когда журналисты сознательно подрывают репутацию как отдельных людей, так и целых друп населения. Также, второе вид. Это запрещена такая неправда, которая приносит вред не сразу, но со временем. Может принести убытки. То есть, часто такие обманщики втираются в доверие людям. Помните, мы говорили, что втираться в доверие людям, вникать, привникать людям, это тоже один из возможных переводов слово лжесвидетельствовать. Они убеждают их в своей благонадежности. То есть, в малом они как бы понесут какой-то убыток для того, чтобы показать, что они тебя очень сильно любят. Но в основном тебя натянут на большую сумму, да? Вот. Естественно. Одесса – это такой город, где тебя сначала разденут, а потом обуют. Да. Хорошо. Дальше. Есть такие формы лжи, которые не наносят прямого ущерба, но мешают жертве получить выгоду. Часто возникают какие-то на работе вот такие вещи, когда кто-то кому-то вставляет под ножку, да? Вот одна там забрала у моей жены, сейчас у них там тоже война за нагрузку. Идет несколько учеников. И даже ей завуч говорит, ну, посмотрите, как она плохо поступила. Я говорю, Женя, ничего, молчи. Бог тебе еще учеников даст. Или вот вы на маршрутках ездите, да? Они друг друга обгоняют, еще там показывают, там что-то на пальцах я уже не умею так показывать, как они показывают. Наши разные фигуры друг другу показывают, да. Да, 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 они обгоняют друг друга. Я видел там. Вот, понимаете, еще второй обгоняют, третий, там такие устраивают иногда галки, что хочется покаяться. Что хочется, ну, вот так вот утром, когда бывает мало пассажиров, да, а маршрутки ходят часто. А они такое дело делают, да. То есть перехватывают друг у друга пассажиров. Это тоже запрещено. При поступлении на работу, при подвижении на служебную лестницу, если ты хочешь кого-то опорочить, в свою пользу. Ложь с целью завевать расположение влиятельного лица, чтобы добиться его протекции. Различная лесть, да? Льготы, преимущества, подарки, за счет которого будут обойдены другие люди. Дальше. К категории намеренного, но на первый раз безвредного искажения действительности. Ну, как говорят, фантазерство. Некоторые люди врут ради искусства. Но ложь такая ради искусства, она тоже запрещена. Почему? Потому что человек настолько получается лгать, что потом он не может сказать истину. Я сейчас смотрю фильм с большим удовольствием. Я уже говорил, идиот, 10-серийный телевизионный фильм. Я не смотрел, у меня телевизора не было. Это классика, это классика по Достоевскому. И там один раз единственный сказал правду герой. И он был так это смущен, потому что там в этом фильме, там, они лгут друг другу на полу, и действительно там сумасшедшим дом. Что делается? Вот. И бедный этот князь Мышкин, как они там над ним все издеваются, в особенности женщины. Я посмотрел на этого Мышкина, и думал, что он был бы идеальным верующим, если бы покаялся и принял Иши в Мессии. Так непонятно, он о Боге говорит, но похоже, что он не совсем рожденный свыше человека. Дальше. Запрещено давать обещание, если заранее знаешь, что оно не будет выполнено. То есть даже если у такой лжи есть благоворотная мотивация. То есть ты не хочешь огорчать, да, человека. Вот. Это как типа такого, знаете, как говорят. И пошел вон, а придите завтра. Да? Вот у японцев, например, японцы, они очень обидчивые люди. Поэтому японцы обычно друг другу не говорят нет. Но они начинают всякие обходные маневры, и ты понимаешь, что тебе просто хотят отказать, но отказать вежливо. Однако надо действительно вежливо отказать. Надо уметь людям говорить нет. Потому что часто мы говорим да, когда нужно сказать нет, и от этого страдаем сами. А потом начинают страдать и люди. Вот. Если вы кому-то что-то даете, значит, вы должны установить четкие границы. Я эту вещь вам даю с такими-то условиями на такое-то время. Значит, вы должны потом мне принести, да? Помните, я говорил. Вот. А люди говорят, я вам принесу, принесу это, принесу. А там он уже где-то потерял, кому-то тоже дал считать. Но он все еще несет. Все еще несет. Такие вещи тоже бывают. Запрещено давать обещание, если знаешь, что оно не будет выполнено. То есть, кто-то хочет сказать, что вот я тебе это сделаю, да? Для того, чтобы добиться его удовлетворения. И он этого не делает. Если ты уже сказал, что? Обязан делать. Кроме того, считается ложью и непреднамеренное нарушение обещания. Поэтому Тора говорит, что лучше вообще не давать обещаний, да? Чем нарушать их. Когда Иешуа говорит, а вы не клянитесь вовсе. Помните? Да. То есть в переводе с иврида, это можно. Ло-шаво. Да? Не клянитесь, да? Но можно перевести что? Не обещай. Не обещай. Не клянитесь, сложно. Не клянитесь вообще. Значит, не обещайте вообще. Есть такая юридическая формулировка, называется бли-недер. Без обещания. То есть, я, значит, постараюсь сделать, насколько это смогу. Но я не уверен, получится ли это дело у меня. Хорошо. Нельзя хвастаться качествами, способностями и возможностями, которые на самом деле не располагаешь. Ну, например, некоторые устраиваются на работу и говорят, какие они хорошие специалисты. Да? Потом оказывается, что это вовсе не так. Это называется не только воровство мнения, но и запрещенный прием в борьбе с другими претендентами на вакантную должность. Если тебя взяли, значит, кому-то отказали. Знаете, еврейское такое правило, да? Что ничто не возникает из ничего, да, и не исчезает бесследно. Вот. И если ты нашел подкову, значит, кто-то откинул копыто. То есть, если тебе повезло, может быть, тебе повезло за счет несчастья другого человека. А нельзя пользоваться несчастью другого человека. Тяжелый порог – это ложь по привычке и без конкретной цели и выгоды. Потому что, скажем, удаляйся от всякой неправды. Но есть некоторые вещи, когда иногда нужно говорить неправду. Например, для спасения другого человека. Вот у вас сидят какие-то там люди, скрываются. Евреи, например. Да, гестапо приходит к вам, говорит, вы верующий человек, вы обязаны говорить правду. Я говорю, да, правда, у меня на чердаке сидят два еврея. Должен ли я такую правду говорить? Нет. Ни в коем случае. Потому что, помните, что любовь к человеку и спасение жизни человека, оно выше выполнения любой заповеди. Есть такой анекдот. Он был в то время, когда были напряженные отношения с китайцами. Помните, я говорю, китайцы хотели даже захватить часть территории Советского Союза. Но война, по-моему, продолжалась всего аж пару недель. Благодаря товарищу Сахарову, который сказал, что взорвут водоводные бомбы под водой возле побережья Китая. Подгорный приехал и через шесть часов, сказал это, через шесть часов война прекратилась. Потому что смоет пол Китая. И никто не будет знать, это было настоящий цунами или взорвали бомбы. И война прекратилась. Но когда было такое отношение с Китаем, то был такой анекдот. Иван Иванович Иванов получает из Израиля постоянно посылки. Вызывает его КГБ. Спрашивает. Ну, вы же вроде русские, мы проверяли, и все ваши родственники русские. Откуда вас посылают? Непонятно. Нам надо же отказаться. Нет, ну, вы понимаете, у меня были два еврея, они сидели там у меня на чердаке. Вот. И потом, после войны, они меня благодарят. Но вы понимаете же, что вам нужно думать о будущем с ваших детях. Как вот это воспринято, что вы получаете ссылки из Израиля. Да, я и думаю о будущем. У меня на чердаке два китайца сидят. Итак, ни в коем случае нельзя в таком случае говорить правду. Потому что ради спасения невинного человека не только позволительно, но даже необходимо говорить неправду. Если какой-то мститель хочет отомстить человеку, да, разыскивает его тоже, ни в коем случае нельзя говорить правду. Вот. Но есть такой рахилут. Рахилут – это сплетня, поношение, оговор. Если вам нужно сообщить какую-то новость элементам рахилут, это вы тоже должны записать. То есть, какая-то новость или то, что вы знаете, ваше свидетельство, но с элементами сплетни и оговора. То есть, то, что репутацию человека подрывает. Конечно, допустим, в юридическом смысле. Если вам, допустим, говорят, что, ну, вы знаете, по секрету, я убил двух человек. Вы должны донести властям, да? Но, если это какое-то действительно, вы начинаете говорить человеку, вот вы знаете, там вы хотите его назначить своим заместителем, а вот он-то то-то сделал, то-то сделал, да, это рахилут. Даже если вы говорите правду. И рахилутес лучше даже солгать, чем давать правдивые сведения. Материально ущерба такой обман не принесет, а мир превыше всего. Итак, два правила, из-за чего мы можем солгать, да? Прежде всего, спасение человеческой жизни. Второе, установление мира. Маша, вот, спрашивает, допустим, Маша, а действительно ли Оля тебе говорила обо мне то-то и то-то? Что я должен сказать? Да, действительно, говорила то-то, то-то, а также еще и это, и это, и это. Я говорю абсолютную правду, да? Но я не должен это делать, да? Хотя сокрытие правды, это тоже ложь, как бы я говорил. Поэтому важен мир между людьми. Вавилонский Талмуд пишет так, Евамот, 65b. Как важен мир между людьми, ведь ради него Господь готов вступиться правдой. Талмуд основывает это высказывание на эпизоде из книги Берешит, Бытие. Где три ангела приходят к Аврааму и Саре. Аврааму в это время было 99 лет, Саре было 90. И они говорят патриарху, что через год его жена родит ребенка. Сара, которая слушала неподалеку, усмехается. После того, как я состарилась, будет у меня молодость. Да и господин мой стар. Затем Господь спрашивает Авраама, отчего это смеялась Сара? Сказал, неужели я действительно рожу, ведь я состарилась. И бровь попускает слова Сары о том, что она говорила, что и Авраам слишком стар, явно боясь, что Авраам рассердится на жену. То есть Бог не говорит, да? Что Сара говорила так же, что и ты стар. Из этого случая Равины заключает, что когда речь идет о человеческих чувствах, допустимо скрыть часть правды. Вот еще такое рассуждение. Равины, как следует танцевать и что говорить перед невестой. Школа Шамая считает, опишите невесту, как она есть. Школа Гелели считает, говорите любой невесте, что она красива и стройна. Даже если она одноглазая и одна нога короче другой. Видите, Шамая говорит, Шамая, он более такой крутой парень, да? Правду и только правду, и да поможет мне в этом Бог. Гелель говорит, что допустимо в таком случае ложь. Говорит, что она красива. Тем более, что иногда человек по-разному воспринимает. Для жениха его невеста может быть самая красивая в мире. Да. Говорите любой невесте, что она стройная и красива. Школа Шамая спрашивает, если она слепая и кривая, надо ли ей все равно говорить, о прекрасная и стройная невеста. Разве Тора не приказывает сторонись неправды. Но школа Гелия отвечает школе Шамая. Как вы думаете, если человек купит что-нибудь на рынке, нужно ругать его по кубку или хвалить ее? Конечно, нужно ее хвалить. Поэтому Равины учат, нужно всегда говорить людям приятное. Ну, имеется в виду, конечно, иметь мудрость в этом. Правда? Хорошо. Правда и общение с Богом. Печать, буквально, подпись «Бога верна». Это Вавилонский Талмуд, Шаббат 55а. По поводу любви Бога к Праде, Франсина Клаксбурн рассказывает историю о Равине, жившем в 18 веке. Хасидский Равин Элемелех из Луганска, он умер в 1786 году, сказал, «Когда я умру и предстану перед судом справедливости, меня спросят, был ли я достаточно справедлив?» Я отвечу «Нет». Тогда они спросят, помогал ли я достаточно бедным? Я отвечу «Нет». «Учился ли я достаточно?» Я снова отвечу «Нет». «Достаточно ли я молился?» И мне снова придется дать тот же ответ. Тогда Верховный Судья улыбнется и скажет, «Элемелех, ты сказал правду. Даже только поэтому для тебя есть место в мире грядущем». Кроме того, правда бывает иногда жестокой. Знаете, как есть такое выражение? Голая правда. Вот я тоже смотрю фильм, я же у меня производил большое впечатление. Достоевский действительно очень интересный писатель. Хотя некоторые вещи его не божьи, да? Но Леонид Николаевич Мышкин, кстати, я так понял, что это он копает под ульва Николаевича Толстого. Да, сторонник непротивления, по крайней мере. Ими у вас все то же самое. И вот этот Леонид Николаевич Мышкин, он очень правдивый человек. Но иногда его правда заставляет людям боль. В частности, в отношениях с женщинами. Он иногда там такое говорит, что придет на свидание с одной женщиной, и тут же ей выкладываешь, что он думал о другой женщине. Понимаете? Вот правда. Но ему говорят, что ваша правда, она что? Злая. Злая правда. Он не хочет наносить зло другому человеку. Но своей правды он выносит зло. Хорошо ли это? Да. Правда не должна приносить зло другому человеку. Поэтому евреи еще говорят, что правда голая, но она редится, то есть одевается в одежде притчи. Да, в одежде притчи. Притча что? Притча Машаль. Пример. И анекдот тоже можно привести этим словом. Поэтому я часто вам люблю рассказывать анекдоты. Здесь как бы иносказательно, есть определенные интересные вещи. Я не люблю похабные анекдоты, но такие анекдоты, где рассказываются примеры, для понимания. Очень интересные. И так же Иешуа говорил притчами. Правда? И еще мы можем видеть образец, когда согрешил царь Давид. Что пришел ему пророк и сказал, ты, Давид, согрешил. Ты убийца и прелюбодей. Или он рассказал притчу, а царь Давид сам сделал вывод. А потом ему говорит, а ты именно такой человек, о котором ты так рассудил. Правда? Или другая притча, которая ему была рассказана, когда один из его сыновей убил своего брата. Помните? И женщина говорила, вот было у меня два сына, и так далее. То есть, она рассказала ему притчу. Она рассказала ему правду? Нет. Она рассказала ему притчу. Но человек, благодаря такому иносказанию, делает вывод, и это не настолько ему обидно. Очень важный такой вопрос. Нужно ли говорить правду умирающего? Видите, есть тоже в медицине такое мнение, что если человек болен смертельной болезнью, ему нельзя говорить об этом. Другое мнение такое, что нужно подготовить его, и он должен знать, потому что он должен получить и дать определенные распоряжения. Но самый лучший способ подготовить человека, это действительно рассказать ему о Боге, потому что если ты с Богом, то умирать не страшно, потому что ты знаешь, что это только переход и даже в лучшее состояние смерть. Не в исчезновение, не переход в худшее состояние, а переход в лучшее состояние. Но даже если он не верит Богу, все равно лучше ему сказать правду, но эта правда должна быть не жестокой. И надо уметь мудро и правильно сказать ему об этом, чтобы человек мог подготовиться, чтобы он знал свой срок. И действительно мы в прошлом году, это сейчас уже не входит в тему, наше занятие учили, как человека учить умирать. Помните? Кто помнит еще? Да. В прошлом году мы учили стадии смерти, и учили как человека, научить умирать тоже очень важно. Потому что смерть – это не исчезновение, это смерть не есть что-то ужасное, это нормальное состояние, Бог, конечно, не предусмотрел смерти, но так как грех вошел в человека, то все мы умираем. Ну, некоторые доживут до того времени, которое изменится. Павел думал, что это будет его поколение, и каждое поколение так думает, да? Ну, все-таки я верю, что большинству из нас предстоит умереть. И это нормально. И это нормально. Нужно быть просто к этому готовым. Итак, нужно ли говорить правду умирающему? Согласно авторитетам Талмуда, серьезно больным, нужно сообщать об их болезни, но ни в коем случае не говорить с уверенностью ничего, что могло бы лишить их надежды. Когда человек умирает, мы говорим ему читать «Видуй». Это «Видуй» – это исповедь грехов. Мы говорим, многие пришли в «Видуй» и не умерли, а многие не прочли и умерли. Это в книге Шухан Аруха написано. Марайдея 338, дробь 1. Хохомат пе Адам. Хохма – это что, мудрость, да? Хохомат пе Адам – устная мудрость Адама. Еврейский законодательный кодекс, составленный рабе Абраму из Гданьска, в начале 19 века упоминает, что служители Хеврад Кадиша, похоронного общества в Берлине и других общинах, навещали всех больных общин на третий день болезни. Штука Хеврад Кадиша – похоронная команда. Понимаете, если больной лежит, приходит ему и начинает обмеривать его для гроба. Помните такой бег-фильм? Там три офицера решили покоящийся в убийство. Вызвали горбовщика. Говорит, кого хранить? Нас, голубчик, нас, голубчик. А так усурял. Ну, надо, говорит, было бы побриться перед этим вам, прежде чем стреляться. То есть, если приходит похоронная команда, это не значит, что человек должен умереть. Поэтому они приходили ко всем больным. И не к смертельным больным. Чтобы никто не подумал ничего плохого. Поэтому люди не воспринимали их приход как приговор и могли спокойно обсудить последние приготовления и похороны, воспринимая это как неизбежную формальность. Раби Давид Блек, современный ученый законодатель, видит в такой практике пример для современных врачей. Если некто страдает опасной болезнью, врач, лечащий такого человека, должен дать ему понять, что дает подобного рода советы и рекомендации всем пациентам, что это рутина и не надо опасаться худшего. Таким образом, пациент не будет усыплен чувством ложной безопасности, но и не будет иметь основания для ложной тревоги. Наказание лжеца в том, что ему не верят, даже когда он говорит правду. Написал Вавилонский Талмуд, Санхедрин 89b. Еще полуправда, теря полная ложь. Ложь не умирает, но живет тяжелую жизнь. Это уже из пословицы. Одним из грехов, которые Господь согласно десяти заповедей считает непростительным, это говорить неправду, клянясь именем Господа. Такой поступок, по словам раби Абрама Тверского, это подделка печати Господа. Часто у нас пророки говорят, «О, говорит Господь!» и начинает нести. Если он, не дай Бог, что-то чуть-чуть сказал не так, как говорит Господь, значит, что? Это очень страшно. Такие вещи – это хула на Господа, и она побивается камнями, и человек даже никакого в Танахе, в Ветхом Замете, как говорят, не имеет оправдания. Некоторые пророки у нас были, ну вот особенно перед 2000 годом, была такая паника, знаете, все ждали конца света, хотя в действительности Ешо родился на 4 года раньше, чем об этом. Говорят, а 4 года – это ошибка в результате того, что дата рождения Ешо была составлена по юрианскому календарю в 400 или 500 лет спустя. То есть получилось 4 года ошибки. И в действительности 2000 год наступил раньше, на 4 года. И никто этого не заметил. И вот некоторые говорили, вы знаете, я говорю, в пятидесятической церкви, я конкретно знаю этих людей, не буду вам о них говорить, просто говорю, что их можно было бы побить камнями. Да? Вот. Они говорили, вы знаете, нельзя жениться, потому что вот вы женитесь, родятся дети. И у матери, в один день матери вознесутся, а дети останутся. Это на полном серьезе. Понимаете? А это же противоречит конкретно Писанию. И даже в Новом Завете об этом говорится, что нельзя говорить, не женитесь и не выходите замуж. Люди будут жениться, выходить замуж, рождать детей до самого последнего дня и часа. Да? Кто вознесется, кто не вознесется, это Господу решать, но ни в коем случае не человеку. Так что это очень страшно, и это очень серьезно. У меня тоже бывает пророчество и откровение, но я говорю так, вот у меня была такая мыслеформа, или мне приснилось, или у меня было такое видение. Я думаю, что это от Бога. Ну, могу рассказать, я стараюсь не добавлять ничего, и прокомментирую так, как я это понимаю. Все. Остальное пусть человек сам думает. Правильно? Я считаю, это наиболее правильное. Но очень опасно ставить Божью печать там, где ее нет. Так, следующая, десятая заповедь. К десятой заповеди я бы поставил эпиграфом слова Конфуция. Конфуция, как вы знаете, был умный человек. И есть такие последние исследования. Историки, они говорят, что он был еврей из колена Ашара. Асира. Это тоже одно из десяти колен рассеянных. Жил он примерно во времена пророка Исаии в Китае. И он очень многие высказывания брал прямо по устной торе. У него такое есть высказывание. Подумай хорошенько. То, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишне. Хорошая мысль. Подумай хорошенько. То, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишне. Есть такая даже мысль. Не делай другому то, что не хотел бы делать себе. Это выгодно тебе и полезно для государства. Он просто комментирует это. Итак, последняя заповедь говорит. Не желай дома ближнего своего, не желай жены своего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла и ничего, что у твоего ближнего. Это шмот, исход, 20 глава, 14 стих. При этом употреблено слово хамат. 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 Помните, есть Хэмда Либи, поется такая песня. Желание моего сердца, да? Вот смотрите, хамат – это страстное желание. Что-то иметь. И оно как бы состоит из двух слов. Хам. Это что, горячий? Да? А мать по-английски – это что? Сумасшедший, да? Сумасшедший. Вот, то есть, когда сердце человека настолько горячее, что у него в мозге плавятся. Помните, мы говорили, что голова должна быть каким? Холодной. А сердце каким должно быть? Мы говорим горячим, но буквально там написано, да? Лев-эш. Огненным, пламенным сердцем горячее для Бога. Потому что хам еще означает, видите, хам, помните, какой был, да? Он был горячий человек. И когда у него взрывалось вот это, он начинал совершать страшные вещи. То есть, лев-хам – это плохо. А лев-эш – это хорошо. Это талмудическое рассуждение. И если человек буквально сходит с ума от своего желания, да? То получается, вот это хамад. Значит, хамад. Не путайте их с хамасом. Первое значение – желать. Второе – наслаждаться. Находить удовольствие. Ну, а также желанный, приятный, вожделеть, страстно желать, жаждать. А также домогаться. И некоторые еврейские авторы говорят. До вот девять заповедей, они говорят о том, что нельзя делать конкретно. Но как мы можем свое желание контролировать, да? Желание. Мы не можем контролировать эмоции. Оно возникает само по себе. Поэтому некоторые авторы переводят «не домогайся ближнего своего». Вот пример такой. Помните жену, вот эту, как ее, Иезавель, да? Иезавель, она своего мужа Ахава постоянно подстрекала. И вот Ахаву понравился виноградник. И вот ему захотелось иметь этот виноградник, да? И практически все проклятие на семью Иезавель произошло из-за того, что ее муж, по научению жены, опять-таки, если кто-то тебя ввел в грех, он сам ответит за это. Но ты отвечаешь за себя. И ни в коем случае нельзя сказать, да, вот эта моя жена вела в меня грех. Адам сам за свой грех ответил. И жена его ответила за свой грех, и он сам ответил за свой грех. То есть, как же, можно говорить, не желать? Значит, не домогаться. И помните, он стал конкретно домогаться, предпринимать какие-то действия, да? Поэтому есть два возможных перевода «не желай» и есть «не домогайся». Причем это сказано, если не говорится только о доме, допустим, жены ближнего своего, раба или рабыни, или быка, или осла и так далее. Ничего, что у ближнего своего, ну, про машину ничего не сказано. Про самолет личный, про работу, да, не сказано. Но это все подразумевается. Потому что дом, естественно, дом – это место, где живет человек. Раб, рабыня – это относится к его работе, да? Осла и так далее. То, что его инструменты, рабочее, допустим, место и так далее. То есть, ничего у ближнего своего. И в данном случае не имеется в виду, что я хочу. Хочу такую же машину, как у Валентина Романовича. Слава Богу! Хочу, ну, хочешь, сделай. Но если я хочу именно его машину, если я хочу именно его жену, вы видите? Ах, какая женщина, мне бы такую, это еще… Не, я свою жену больше не люблю. Это я просто пример говорю. Для примера, да. Я для примера говорю. Значит, ах, какая женщина, мне бы такую. Это нормально. Такую – да. Но если ту самую, конкретно, это уже плохо. Вы понимаете? Потому что в данном случае, это что? Приносит ущерб этому человеку. И все преступления, они фактически имеют в своем, первоначальном таком смысле. Если человек убивает, ворует и прелюбодействует, то эти, да, сейчас, эти три рода из преступлений, откуда приходят? Из зависти, да? Я ворую то, что принадлежит уближению, потому что я захотел это взять. Да. Я прелюбодействую, потому что мне понравилась именно его жена, а ничья-то другая, не моя собственная. И так далее. И говорится, что самое первое убийство произошло Каином из зависти. Потому что Бог принял жертву Авеля. А Каина что? Не принял. И что? Именно зависть послужила причиной этого преступления. Хорошо. Все. Делаем.